Во II веке в городе Магнезии, что Фессалии, жил и служил Господу и людям епископ Харалампий. Наставляя на путь спасения, поучая Слову Божьему, он обратил ко Христу многих язычников. Но за его проповедь евангельскую его привели на суд к правителю Лукиану и военачальнику Лукию. Правитель требовал от Харалампия воздать хвалу языческим богам и принести им жертву, но епископ твердо исповедовал веру свою. Тогда Харалампия подвергли жесточайшим пыткам. Его подвесили на дереве и железными крюками содрали с него всю кожу. А Харалампий молвил в ответ своим мучителям «Благодарю вас, обстрагавшие тело, вы обновили мой дух». Воины, что истязали мученика, так поразились его мужеству, терпению, а главное его незлобивости, что открыто признали истинность Христовой веры и с великой радостью приняли ее. Но тут же поплатили за это своими головами. А военачальник Луки сам взял в руки орудия пыток и стал с истовой силой терзать Харалампия. Но вдруг руки мучителя отнялись и повисли, как плети. Тогда со злобы Лукиан плюнул в лицо святому, и вдруг голова его сама повернулась назад лицом. Народ в ужасе стал молить Харалампия, отвратить от них гнев Божий. С ними просил и мучитель Луки. Тогда по молитвам святого Харалампия оба мучителя исцелились. А Луки на этом же месте уверовал во Христа и крестился. Да и все, кто видел сие чудо, обратились к Христовой вере. А подлый Лукиан донес о чудесах святого мученика императору. Император повелел привезти Харалампия. И со зверскими истязаниями воины доставили святого к нему. Сам император, увидев священномученика, вонзил ему в грудь три острых кола. А после приказал полить его на медленном огне. Но Бог укреплял Харалампия, и он оставался невредим. И, видя терпение святого, дочь императора уверовала во Христа и стала убеждать отца своего в истинности Христовой веры. Но император остался непреклонен и осудил мученика на смерть. Да только не успели воины императора исполнить его волю. Со словами благодарности за великую милость Божью на устах святой Харалампий отошел в Царствие Небесное. 23 февраля. День памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского.